На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Кристина Кочарова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Срок до 2025 года. Глава города провел прием по личным вопросам с жителями аварийных домов. Танковый форсаж «Нефтеюганец» стал победителем грантов Югры и Уральского федерального округа. Больше шагать, правильно питаться и заниматься. Спортивный комплекс «Олимп» обновил тренажерный зал. 200 тысяч квадратных метров жилья нужно «Нефтеюганску», чтобы полностью решить вопрос аварийщиков. После прямой линии с губернатором эту тему продолжают обсуждать в муниципалитетах. Глава города встречался с жителями аварийных и ветхих домов. По каждому свои сроки сноса. Полностью избавиться от них по указу президента нужно к 2025 году. Самый первый вопрос от аварийщиков 4-го микрорайона. Долгострой, в который должны были всех заселить, так и стоит. Жители вернули в муниципальную очередь и теперь они переживают, что снова оказались в самом хвосте. Поймите, для нас очень выгодно вообще освободить 4-й микрорайон от тех домов, потому что это получается достаточно хорошая площадка для застройки. Тут никуда от этого не денешься, город развиваться шире и вглубь уже не может, да, то есть у нас мы можем только сносить и строить. Людям хотелось конкретики, когда переселят точно. Муниципалитет поясняет, главный вопрос куда. Деньги выделяют и округ, и город, а новых квадратов все равно не хватает. Жильцы спросили про каждый строящийся дом. Один в пятом микрорайоне, два дома в семнадцатом, по всем заключены контракты на расстеление аварийщиков. Отдельный вопрос по целому комплексу 16 этажек в одиннадцатом В. Два дома, которые сданы, мы их оставляем под полочную программу. Еще два дома, один дом точно, они после сдачи готовы решать вопрос о продаже его муниципалитету. В другом доме пока еще идет вопрос точно, потому что они сами начали реализацию квартир в этой 16 этажке. Мы не можем обязать все собственника, застройщика, все квартиры передавать нам. Цена, которую мы можем приобрести, она несколько ниже, чем та цена, которая существует на рынке. Дома 54 года на сегодняшний день. В отходе мы держим у нас в отходе квартира. В холодной воде проходят рядом с щеночком, и в дорогах у нас уже было. Полы проваливаются практически во всем доме, у них уже нет первых этаж в полу. Стены начинают заваливаться в квартиру. В шестом микрорайоне сразу несколько домов рассчитывали переселить по программе развития застроенной территории. Желания выполнять в Омстрейсе свои обязательства абсолютно не было. Сейчас они свое мнение поменяли. Работаем мы в этом направлении. Муниципалитету переданы 22 квартиры. Застройщик он выходит, мы не можем ему выдавать конкретное количество жилья. Много аварийного и в 11 микрорайоне. Люди устали, и некоторым кажется, что переселяют всех, а про них забыли. Ваши слезы, ваша боль, которую вы выражаете, она для меня абсолютно одинаковая с любой болью. 197 аварийных и 58 ветхих. Чтобы снести все, необходимо 200 тысяч квадратных метров нового жилья. Мы темпы уже в этом году увеличили. И постараемся в следующем году еще больше увеличить. Чтобы еще больше жилья было. Чтобы тех, даже кто в программе стоит на 22-й, на 23-й год, чтобы они начали получать жилье гораздо раньше. В 20-м, в 21-м году. Вы поймите, для меня каждый дом снесенный – это шаг в исполнении программы. До 2025 года по указу президента ни одного дома аварийного остаться не должно. Встреча в формате вопрос-ответ продолжалась около трех часов. После этого каждый житель аварийного или ветхого дома смог получить разъяснение по программе и срокам у профильных специалистов муниципалитета. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Как россияне будут отдыхать в 2020 году? График красных дней календаря уже опубликован на официальных сайтах правительства страны. График красных дней календаря в 2020 году уже опубликован. Новогодние каникулы составят 8 дней с 1 по 8 января. А выходные субботы и воскресенья 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая. В феврале и марте россияне будут отдыхать по три дня. Майские праздники продлятся с 1 по 5 и с 9 по 11. В июне день России выпадает на пятницу, а значит соотечественников ждут три выходных дня. Какой солдат не мечтает стать генералом? Вот и Тимур Амерханов планирует развить свою идею до масштаба всей страны. Нефтеуганец стал победителем конкурса проектов «Команда Урала». Из более 4 тысяч претендентов отметили всего 111 работ, в том числе и инициативу нашего жителя. О танковом форсаже и не только смотрите следующий сюжет. Размер 1 к 16. Это Т-90 – прототип танка, который сегодня стоит на вооружении российской армии. Он – основной участник форсажа. Соревнования по преодолению трассы на время. Проект «Танковый форсаж» Тимур Амерханов пока развивает в Нефтеуганском районе. Методист отдела по делам молодежи уже провел пилотные версии чемпионата. Инициативу поддержали не только дети, но и взрослые. И это надо было видеть на самом деле, знаете, больше не глаза детей, а глаза отцов, которые вот эти вот танки держали. Это же классно. То есть, отец, кто такой отец? Это, по сути, большой ребенок. Я просто сам такой же, как вы. Но не только гонками будет жить проект. Помимо знакомства с новой профессией, а это оператор наземных дронов, подросткам расскажут о танкостроении. Что такое гусеница, как устроена внешняя защита. Ну и, конечно, познакомят ребят с героями-танкистами. На первом этапе уроки пройдут для отрядов юноармии. Дети очень много знают о различных героях, кто воевал во времена Второй мировой войны. Но если им задать вопрос, кто такие танкисты, они скажут, ну это, грубо говоря, дядя, который ездит на танках, то есть на бронированных машинах. На самом деле нет. Это очень трудная профессия, которой нужно знать не только как управлять танком, как целиться, а в принципе знать, из чего он состоит. Сейчас Тимур Амирханов усердно ищет финансовую поддержку для своего проекта. Хорошим подспорьем в этом являются конкурсы и форумы. Так, совсем недавно житель получил окружной грант. Его планируют потратить на еще две модели и домик. В планах у активиста сделать трассу танкового форсажа приближенной к реальности, с бездорожьем и строениями. А соревноваться будут известные Т-34, КВ-1, а также немецкие «Тигр» и «Пантера». Беговая дорожка, эллипсоид и различные виды жимов. Все это не только ждет в обновленном виде посетителей тренажерного зала «Олимп». Независимо, новичок пришел или уже бывалый спортсмен, для каждого предусмотрена индивидуальная программа тренировок. Кстати, все занимаются под внимательным взором инструктора. Альберт Инишеф фитнес-деле уже 15 лет. Говорит, большим спросом пользуется кардиозона. Но не стоит забывать, что есть тренажеры, которые направлены на бодибилдинг и бодифитнес. С 1 июля у нас полностью обновились тренажеры, полностью обновилась кардиозона. То есть, так скажем, наш тренажерный зал «Олимп» преобразился. Теперь он будет называться фитнес-клуб «Олимп». Так что добро пожаловать. Увлекся единоборствами и пауэрлифтингом. Так, простое хобби довело Ивана Волкова до мастера спорта по силовому трейборью. А после травмы поясницы Иван решил заняться фитнесом. Новичка на самом деле посвят так называемую программу тренировок в фулл-баде. То есть, это тренировка на все тело, на все группы мышц. Одно упражнение на одну группу мышц. Так как у новичка адаптация слабая, и, как правило, плохая межмышечная координация. Это больше работа с собственным весом, с собственным телом. И упражнения подбираются больше одноногие-однорукие. Никаких автобусов и никаких машин. Не меньше 10 тысяч шагов в день и правильное питание. Этого всего придерживается Наталья Горбунова. Говорит, без физических нагрузок тяжелее поддерживать себя в тонусе. В спортзал «Олимп» я пришла чуть больше года назад. Зачем мы все едем в спортзал? Конечно же, за здоровьем, за красотой. Вообще, движение – это жилье. Ну, вот и я, наверное, поэтому решила прийти в спортзал. После работы очень замечательно зайти в спортзал, поделать упражнения, и выходишь отсюда, как когда новородился. Персональный тренер тщательно следит за выполнением всех упражнений. Целый комплекс тренажеров, начиная кардио и заканчивая силовыми, появились в обновленном зале. Есть здесь еще одно преимущество – панорамное окно и вид на огненный закат. Галина Зорина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Далее в выпуске другие новости. Спонсоры рубрики «Сегодня» – домашний погребок. Он открыл свои двери в Нефтьюганске. Для жителей предложен широкий ассортимент товаров для изготовления домашних напитков и заготовок. Дистилляторы, дрожжи, настойки, автоклавы, бочки дубовые и эксклюзивная стеклотара. Магазин расположен в торговом центре Европы «Старца здания». А сейчас вместе посмотрим на Москву глазами художника. Увидеть Москву глазами художника и архитектора предлагают на необычной экскурсии в центре столицы. Маршрут начинается в Заряде. В парке с видом на Кремль, храм Василия Блаженного и старинную улицу Варварку. Вооружившись альбомом с цветными маркерами, рисовать начинают даже те, кто с детства не брал в руки красок. Когда это здание символ или место символ, у него чаще всего очень развитый и очень интересный необычный силуэт. Потому что внутри самой конструкции закладываются все разные идеи того времени. Исторические идеи, экономические идеи. Ты просто рисуй этот силуэт, всю эту историю уже забираешь. Следующая остановка – биржевая площадь в двух шагах от Кремля. Самая маленькая – площадь Москвы. Главное здание здесь – биржа, открытая в 1839-м. Здесь торговали хлопком, пряжей, каменным углем и даже нефтью. То, что мы видим сейчас, мы уже не можем воспринять это точь-в-точь, как люди в эпоху 19-м или 18-м. Какой-нибудь древний греческий бог Гермес. Мы даже не можем узнать, что это Гермес, а люди той эпохи знали, что он Гермес. И это символ торговли, например. Глобус – символ путешествий. Грифоны переносят нас тоже туда, куда-то к Помпеям. А это фрагмент Китай-Городской стены. Средневековое сооружение построено в 16-м столетии при Елене Глинской, матери Ивана Грозного. Чудом уцелело в 30-е годы прошлого века, когда в Москве массово сносили старинные постройки. Обломки измельчали в щебень для строительства первых станций метро. Это очень мощная такая иллюстрация наслоения эпох. Здесь мы видим и в переднем плане старую русскую архитектуру, вторым планом – эклектику архитектуры 19-го века, желтое здание с декором таким характерным. И видим колокольню в Пасховом монастырях, это московское барокко. И все это место – такая большая иллюстрация того, что архитектура – это летопись времени. Не оторваться. То есть одновременно вроде слушаешь, но очень хочется продолжать рисовать. Мне очень нравится наблюдать. Очень классно, что это вырабатывает внимательность. Потому что даже если ты не рисуешь, и твое внимание обращают на детали, то это формирует и видение, и стиль, и общую картину. В начале сентября Москве исполняется 872 года. Первые упоминания о городе датируются 1147 годом. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok